Александр, в отличие от большинства спортсменов, человек не суеверный, но последние годы спортивной карьеры заставили его всерьез задуматься о злой магии чисел. Точнее, одного числа от двойки. Постоянно занимать вторые места – не самое приятное занятие, утверждает спортсмен. Мы на протяжении нескольких лет подряд выходим в финал, ну и в частности, вторые последние несколько лет занимаем второе место, проигрываем. На этот раз магическая цифра вновь оказала свое влияние на результат. Мужчины из Кузбасса снова вторые и снова следом за новосибирцами. А вот у девушек ситуация оказалась зеркальной. Теннисистки из столицы Сибири доводствовались серебром, пропустив хозяек турнира вперед. Среди причин победы специалисты называют не только фактор своего поля и прекрасную подготовку, но и рост участниц. Кузбасские спортсменки ощутимо ниже своих соперниц. Настольный теннис – одна из немногих спортивных игр, где высокий рост скорее проклятие, нежели преимущество. Посудите сами. Человек невысокий, такой как я, с большим удобством может наносить удары и в принципе перемещаться вокруг стола. В то время как двухметровому детине просто некуда бы было деть здесь свое громадное тело. Несмотря на обидное поражение парней в финале, руководство областного настольного тенниса расценивает турнир как успешный. В будущем эта неудача еще принесет пользу нашим теннисистам. Только на соревнованиях подрастает и повышается класс и уровень игры именно в настольном теннисе. Да, он и везде, в любом виде спорта повышается от соревнований к соревнованиям. То есть набирается опыт, идет психологическое преодоление себя. Турнир на этом не окончен. В ближайшие дни спортсмены определят лучших уже в личном зачете. Возможно, в индивидуальных соревнованиях кому-то из хозяев повезет больше. Но три теннисистки из Кузбасса уже точно отправятся на чемпионат России. Остается надеяться, что через год и мужчины смогут победить проклятую двойку и составят им компанию. Аркадий Кемеев, Константин Червяков. Новости моего города.